МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы в выпуске новостей с вами говорили, стартовала работа над выборами губернатора Магаданской области. Расскажите, что сейчас вы делаете? Потому что все-таки вы работать начинаете задолго. Не сейчас, уже несколько месяцев ведется активная работа. Что уже сделали и что еще предстоит? Ну, действительно, на самом деле, для обычного гражданина, для него выборы – это тот день, когда он пришел, свой выбор сделал. Да, это сентябрь. Да, опустил бюллетень в ящик для голосования. Для нас это начинается все гораздо раньше. Ну, вот мы как-то делали анализ. Мы для того, чтобы провести выборы, к каждой избирательной кампании принимаем от 140 до 180 нормативных актов. Причем мы к каждым выборам готовимся, потому что за цикл избирательный проходит достаточно много изменений. Ну, вот мы губернатора в прошлый раз выбирали в 2018 году. Как раз пять лет, собственно, в этом году истекает. И понятно, что за это время много воды утекло, много изменений в законодательстве произошло, и вся нормативная база, связанная непосредственно с выборами губернаторов, она существенно изменилась. И, собственно, вот мы уже с марта активно готовим пакет нормативных актов. Многие акты уже приняли те, которые не привязаны к назначению выборов или к дате голосования. В первую очередь, конечно, финансовых документов, некоторых вопросов, связанных с обеспечением прав избирателей. В принципе, даже два последних наших заседания. Как раз основной блок вопросов, которые мы рассматривали, по которым принимали постановление, они связаны с выбором губернатора. Понятно, что помимо этого у нас очень большая работа была, и мы ее почти закончили, завтра мы поставим точку 6 июня. Эта работа связана с формированием участковых избирательных комиссий. Дело в том, что я напомню, все избирательные комиссии, они имеют определенный срок полномочий. Это естественно, это правильно. Демократия требует обновления составов комиссий. Они, в принципе, уже сформированы участковые избирательные комиссии. Решения территориальными комиссиями все приняты необходимые. Но вот 6 июня у нас участковые комиссии должны собраться, провести первое свое организационное заседание в новых составах. И с этого момента произойдет передача полномочий от участковых комиссий старого состава к новому. Это важно на самом деле. Мы очень большую работу, больше двух месяцев только активно работали с партиями, с людьми, с магаданцами. Почему? Потому что у нас такая задача была. Мы хотели сохранить костяк, то есть людей, которые прошли с нами все бои. И в то же время слегка обновить составы, чтобы были новые люди, очень хотели молодежь по максимуму привлечь. Частично это у нас, в общем-то, и получилось. У нас, кстати, очень большая активность была у людей. Вот я скажу, у нас в целом состава участковых комиссий это 660 человек, но у нас почти 900 заявлений было от людей, которые хотели бы работать в составах участковых комиссий. Еще и конкурс на место есть. Да. У нас даже порядок разработан, как этот конкурс проводить, как принимать решения. Понятно, что там многие вещи учитываются. Образование, опыт работы и так далее. И вот еще раз скажу, что в июне мы ставим точку. И вот эти комиссии, теперь весь избирательный цикл, начиная с выборов губернатора, с нами вместе пройдут. Это и губернатор, и президент, да, выборы президента в следующем году. Это для нас самая сложная кампания 2025 года, это выборы в областную думу и во все местные органы представительные. Так что вот вместе будем работать, вместе будем учиться. Уже у нас запланирован большой пласт образовательных мероприятий. Потому что мы хотели бы, чтобы эти составы, они максимально подготовленными вошли в избирательную кампанию губернаторскую, это очень ответственно. Так что вот работаем, работаем много, она у нас не заканчивается никогда. Это точно, но вот основной этап все-таки начнется после того, как будут определены ключевые решения по выборам, да, это состоится заседание Магаданской областной думы. Расскажите, пожалуйста, что там будут решать? Ну, на самом деле, в соответствии с законом, у Магаданской областной думы задача одна, но очень важная, потому что именно своим решением она дает старт избирательной кампании, принимает постановление о назначении выборов губернатора. Ну вот по информации от наших коллег, 8 июня запланировано заседание Магаданской областной думы, где этот вопрос должен быть рассмотрен. Соответственно, после этого, в течение пяти дней по закону, это решение должно быть опубликовано, и как только оно будет опубликовано, соответственно, с этого момента будет дан старт избирательной кампании. Мы находимся в особом правовом режиме, он так и называется, режим избирательной кампании, потому что он предполагает большое количество разного рода ограничений, есть запреты некоторые, обязанности определенные, в том числе и у нас, у журналистов, у кандидатов. Вот, будем в таком режиме работать. Что касается самого опубликования, то, во-первых, конечно, это должно быть официально опубликовано, здесь могут быть разные источники, вот если мы говорим о Магаданской областной думе, это и вечерний, о, извините, Магаданская правда, естественно, как источник официального опубликования, это, конечно, и сайт права гофру, ну, где раньше будет размещено это решение, с этого дня и старт будет дан. Но закон говорит нам еще и о том, что, конечно, в обязательном порядке в СМИ тоже должно быть это решение опубликовано, вот, поэтому я думаю, что и в Магаданской правде все избиратели смогут увидеть, сказать, вот, да, действительно, выборы уже начались. Ну, а сразу после того, как Магаданская областная дума свое решение примет, мы проведем свое заседание, вот, буквально там, если не в день, день, то в течение, вот, буквально следующего дня, потому что сразу после этого нам нужно принять свои ключевые решения. Ну, самый главный, тоже анонсирую, это календарный план, потому что по нему мы будем жить, вся область по нему будет жить три месяца, вот, естественно, это не тайный документ, сразу после его принятия мы его разместим у себя на сайте, и все избиратели, и магаданцы, и кандидаты, и средства массовой информации смогут посмотреть. Вот, это достаточно, еще раз, почему достаточно важно, потому что там все избирательные действия очень подробно, со всеми сроками будут расписаны, в том числе и кто за что отвечает. Вот, конечно, нам нужно будет принять еще одно очень важное решение, связанное с количеством дней голосования, оно тоже очень быстро должно быть принято нами. Собственно, это решение даже будет календарный план предварять, потому что многие сроки у нас как раз от этого будут истекать. Здесь хочу сказать, что, конечно, пока у нас орган коллегиальный, решение принимается большинством голосов, и мы будем этот вопрос еще обсуждать, но, конечно, пока мы планируем провести голосование в течение нескольких дней подряд. Это форма, во-первых, она уже стала нам привычной, удобно, все избиратели могут свою траекторию выбрать, да, там день, когда удобнее проголосовать. Для нас это важно, потому что такое голосование повышает явку. Вот это вопрос легитимности, да, результатов, которые мы зафиксируем, это тоже очень важно. Ну и, конечно, несмотря на то, что официально по данным ВОЗ у нас ковид-эпидемия как бы прекратилась, да, уже пандемия, пандемия, да, но все-таки мы тоже ситуацию внимательно отслеживаем, с коллегами с Роспотребнадзора общаемся. Все-таки ковид есть, он не дремлет, поэтому это и важно с санитарной точки зрения, вот разведение потоков. Я хочу сказать, что с 2020 года вот мы работаем в многодневном режиме, и вот это предмет нашей маленькой гордости, что не одни выборы, а с той поры мы их много провели, у нас не сопровождались вспышками заболеваемости. То есть вот те меры, которые мы принимали, в том числе и многодневное голосование, они позволили сохранить здоровье и членам комиссий, и избирателям. Для нас это тоже приоритет. Выборы должны быть, помимо всего прочего, еще и безопасными. Вот. То есть, ну, кроме этого, еще ряд решений запланирован, связанных уже с графиком работы самой комиссии. Тоже анонсирую. Доброй традицией уже стало, что выходные, праздничные дни комиссии у нас работают, это требование в том числе и закона, не менее 6 часов в день. Вот мы тоже эту информацию у себя на сайте с графиками разместим, и все избиратели, любые вопросы, связанные с проведением кампании, с голосованием, смогут у нас уточнить. У нас будет, как всегда, открыт телефон горячей линии, по нему мы будем принимать звонки. Ну, там уже, конечно, в дни голосования мы практически уже будем работать в голосуточном режиме. Пока по тому графику, который мы утвердим, разместим еще раз, скажу, на сайте. Вообще, я хочу отметить, что, так вот раз анонсы такие пошли, что у нас есть, конечно, свой официальный сайт. Пожалуйста, любой избиратель может туда зайти, внимательно посмотреть. У нас будет специальный баннер, под ним будет вся необходимая информация, в том числе для избирателей, которую мы должны разглашать, в том числе о кандидатах, где родился, когда, какое имущество, какие доходы. Все, ничего не скроем, все про всех расскажем, это наша обязанность. Все графики, планы работы, все будет там. Но, помимо этого, у нас еще есть три канала, два, один анонсирую. Это наша официальная страница в сети ВКонтакте, как государственного органа. И у нас есть, кроме того, страница в Одноклассниках. И мы планируем после старта кампании сразу запустить еще один наш проект. У нас еще будет телеграм-канал. Вот вся информация о выборах там будет появляться максимально оперативно. То есть, вот прям как в стихах, да, утром в сюжете, вечером в куплике. Вот примерно так. То есть, в реальном режиме времени будем выкладывать всю ключевую информацию. Потом подписывайтесь на наши ресурсы. Можно быть в курсе кампании постоянно, вот в круглосуточном режиме все самое интересное узнавать. Ну и тут, говоря о выборах и о дне голосования, надо отметить. Все-таки, может быть, кто-то не знает. Единый день голосования – это 10 сентября, это второе воскресенье с сентября, собственно. Но мы говорим о том, что это может быть пятница, суббота, воскресенье. Правильно? Да, конечно. Ну и, как вы сказали, это действительно увеличивает явку. Вообще, довольно удобно для людей. И мы говорили с вами в сюжете в прошлую пятницу о том, что есть изменения. Сейчас вы об этом тоже говорили. Но они в большей степени касаются не избирателей, а кандидатов. Вот расскажите, пожалуйста, о законах. Как поменялся он, да? Что теперь, например, можно или нельзя кандидатам? Ну, на самом деле, пласт очень большой. Последние изменения, вот буквально 29 мая были внесены в избирательное законодательство. Президентом был подписан закон соответствующий. Они очень масштабны, точечные, но масштабные. И, конечно, для избирателей мало что поменяется. Ну, некоторые примеры приведу. Собственно, они направлены, с одной стороны, на конкретизацию требований к кандидатам, с другой стороны, на оптимизацию избирательного процесса. Вот если говорить о кандидатах, да, у нас, ну, некоторое ужесточение произошло в части наказаний уголовных, административных. Кандидаты, их имеющие, они сегодня имеют определенные ограничения в пассивном избирательном праве. Это правильно, на мой взгляд. Вы знаете, ну, вот я не скрою, для меня всегда это немножко странновато, когда наши коллеги от партии, да, вот представляют документы на кандидатов, а потом мы их проверяем, а оказывается, что там судимости есть. Ну, есть судимости, ну, может быть, с точки зрения общественной морали, ну, в какой-то степени простительные, да, ну, там, хулиганство, драка, по молодости, ну, всякое бывает. Ну, мелкие такие, да? Ну, уголовное мелким сложно назвать, но в любом случае, да, общественная мораль, она не одобряет, ну, и не так уж жестко порицает. Но у нас встречались кандидаты с уголовными наказаниями, там, за торговлю наркотиками, например, да, там, за убийство. Вот, ну, конечно, это, на мой взгляд, не совсем, наверное, правильно. И вот такое поэтапное ужесточение законодательства в части, вот, ограничений, связанных с уголовным наказанием, ну, на мой взгляд, объективно необходимо, потому что, конечно, органы государственной власти должны быть максимально чисты, да, вот, в том числе с точки зрения моральных качеств людей, которые туда приходят. Ну, своего рода примером, что ли, для людей, конечно. Вот, скажем, вот еще одно нововведение, например, буквально одно из последних, иностранные агенты и лица аффилированные с иностранными агентами, они сегодня лишены возможности вносить средства в избирательные фонды кандидатов. Опять же, с этим сложно сегодня поспорить, с учетом того давления, которое сегодня на Россию идет, да, и понятно, что когда выборы проводятся на средства каких-то иностранных источников, ну, здесь возникают вопросы кандидатам, вот. Особенно вот в нашей непростой сегодня ситуации, вот, поэтому еще раз подчеркну, на мой взгляд, я здесь как гражданин просто даю оценку, как госслужащий я не имею права ее давать, да, я только принимаю к исполнению, как и все мои коллеги, мы исполняем требования закона. Но, на мой взгляд, как гражданина, эти новеллы, они нужны, обоснованы, правильны, вот. Что касается организации избирательного процесса, ну, скажем, для примера, у нас, все привыкли, что у нас два наблюдателя на избирательном участке на один день. Вот они могут попеременно осуществлять наблюдение, и давно наши коллеги говорили, что это достаточно физически тяжело. Шесть часов на избирательном участке, ну, наши, правда, коллеги из участковой комиссии как-то справляются. Ну, вот, коллеги от партии... То есть, ну, там, грубо говоря, дежурство получается порядка четырех часов, это вполне посильно. Вот, тоже очень важно, нам придется это учитывать в работе, мы будем эту информацию и в обучающих мероприятиях своих, так сказать, вот, до коллег доводить, и с кандидатами будем работать, потому что это расширяет возможности, и не только по наблюдению, но и по качеству наблюдения. Вот, ну, еще один пример приведу, у нас давно были споры по видеосъемке, например, на избирательных участках. Мы никогда, собственно, это, в общем-то, так не запрещали, пожалуйста. Ну, есть ограничения определенные, связанные там с защитой персональных, скажем так. Ну, конечно, нельзя зайти в кабинку и снимать, что там делает человек. Да, как человек голосует, нельзя снимать лист выдачи, вот, ну, список избирателей, да, лист выдачи избирательных бюллетеней, потому что там вплоть до паспортных данных. Вот, у нас истории разные бывают, и со мной такие были, когда потом неожиданно оказывается, что ты там то кредит взял, то еще что-то. Вот, поэтому, конечно, такие ограничения есть, но не было юридической нормы в законе, да, это все было на уровне вот нашего творчества, такого подзаконных актов. Вот сейчас появилась норма соответствующая в федеральном законе об основных гарантиях избирательных прав. Это упрощает работу. Есть четкое право у наблюдателя, например, есть четкие критерии, самой видеосъемки. Вот, то есть, поэтому вот в этой части вот совершенствование организации избирательного процесса тоже достаточно много нововведений появилось, и опять же, на мой взгляд, очень-очень удачно. Отмечу также, что вот одно из глобальных нововведений, и мы уже в таком режиме начали потихонечку работать, оно в прошлом году произошло, это, конечно, отмена института или упразднение института муниципальных избирательных комиссий. Раньше муниципальные выборы были, ну, по большому счету, вне нашей компетенции, вне сферы нашего внимания, ну, только в рамках оказания какой-то методической помощи. Вот сегодня муниципальные выборы возложены, их организация на территориальные комиссии, это наши нежестоящие органы. Соответственно, вот по большому счету муниципальными выборами тоже мы занимаемся. Ну, в пределах там полномочий, понятно, что организующей комиссией эти выборы является теркомиссия. Вот, поэтому тоже, вот, кстати говоря, к вопросу, чем мы занимаемся, сейчас готовим очень большой пакет документов, связанных как раз с организацией муниципальных выборов. Я сразу скажу, что помимо вот самой главной нашей компании по выборам губернатора, мы понимаем, что сегодня у нас еще как минимум четыре компании будут местных. Это дополнительные выборы депутатов, собраний, представителей, они пройдут у нас в Ягоднинском, ну, планируется их проведение в Ягоднинском, Северо-Ивенском, Средниканском и Тенькинском районах. Вот, тоже не самая простая работа для нас, немножко непривычная пока для коллег будет. Вот, тоже сейчас большой пакет готовим типовых решений, методических рекомендаций. Уже утвердили типовой календарный план, чтобы коллегам было такое подспорье в работе. Ну, вот, тоже в этом направлении работаем. Поэтому законодательство не замирает, совершенствуется постоянно. Я, кстати, отмечу, что и мы немало изменений внесли в прошлом, в этом году, именно вот уточняя, конкретизируя какие-то параметры выборов. Ну, вот я пример простой приведу, опять же, да, чем мы занимаемся, помимо того, что мы говорим, там, депутаты, центральная избирательная комиссия, огромную работу делаю, да, вот сразу возникнет вопрос, а вы? Вот я пример небольшой приведу, это была наша инициатива, мы ее согласовали с нашими коллегами из ЦИК. Все знают, да, что если у человека нет прописки, так называемой, регистрации по месту жительства, он голосует на специально определенных участках. Вот такие люди могут голосовать, они в день голосования приходят, пишут заявление и голосуют. Потому что у нас, все, кто нас слышит, знают, да, что у нас там бывает человек 20 лет здесь живет, а по разным причинам оформляет только временную регистрацию, а вообще регистрации нет. Он магаданец, он здесь, он наш, да, он здесь родился зачастую. Вот, это еще связано там с жилищными проблемами и так далее. Вот, но если он здесь живет, у него нет регистрации нигде по месту жительства прописки в других регионах, он избиратель, приходит, еще раз скажу, на специально определенный избирательный участок, мы такое решение принимаем, там голосуют. Но не всем это удобно. Поэтому вот мы с коллегами из областной думы поработали. Вот сейчас у нас есть норма, что если у нас избиратель зарегистрировался по месту временного пребывания, здесь у нас на территории области не имеет прописки, так называемой, в других регионах, он имеет право подать заявление о голосовании по местонахождению. Ну, мы это анонсируем как мобильный избиратель. И может сам для себя выбрать избирательный участок, удобный для него. Заявление написал, я не хочу там голосовать на определенном участке, мне неудобно, я хочу вот у меня в доме участок, рядом с домом избирательный участок. Это гораздо удобнее. Такая норма, она далеко не везде есть, хотя у некоторых коллег встречается, мы потом опыт смотрели. Удобно избирателям? Удобно, конечно. То есть даже вот в таких деталях мы тоже работаем над тем, чтобы наше законодательство было максимально удобным, прежде всего для избирателя, ну и, конечно, для кандидата. Про свое удобство мы думаем в последнюю очередь, наша задача это все обеспечить. Поэтому вот очень много сделали у нас за последний год буквально, не календарный, а арифметический такой, вот мы внесли поправки во все законы избирательные, в закон о референдумах вносили, и практически у нас там порядка четырех, наверное, поправок. Ну это большие, то есть одна поправка, это прям по всему тексту, вот такой документ мы повносили. Где-то учли требования федерального законодательства, где-то вот свои какие-то нормы посмотрели, внесли. Ну вот я думаю, что с точки зрения правового регулирования мы подошли к избирательной кампании по выборам губернатора максимально готовы. Тут уже я не думаю, что можно еще было что-то сверх сделать, все, что нужно, мы учли. Ну и подробнее, конечно, мы с вами будем еще разговаривать о предстоящих выборах, потому что все-таки, как вы уже сказали, работа будет проделана огромная, и для избирателей будут появляться все новые и новые какие-то новости, да? И мы обязательно будем об этом говорить. Вам спасибо за интервью. Вам большое спасибо, всегда рад с вами вместе поработать. Для всех, для наших магаданцев. Буду всегда ждать приглашений. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова